Сегодня 16 июля, 22 часа 17 минут. Приехали на станцию Подстепной провожать невокрещенных православных христиан в поселке Потеряевка на станцию Подстепной. Вот там вещи разгружают. Вот такие люди. Надежда, сколько лет вам? Шестьдесят семь лет, вот ту же, интересное решение с палочкой. А вы где? Третья? Это Нина из Франции. Это Коля. Это Николай, брат Зеленограда. Встречаем поезд, который нас ведет домой. Есть чем поделиться Николаем? Есть слово сказать? Поделиться? Да. Потом вот это видео увидят, может быть, твои дети. Дети, родители, внуки, правнуки. Это самый исторический момент в моей жизни произошел. Двухнедельный такой отпуск у меня здесь был. Я ехал просто по приглашению Игнатия Тихоновича, чтобы побыть здесь, отдохнуть и пообщаться с братьями. Но в период того, как я приехал и начал здесь быть, трудиться, общаться с братьями, открылось то, что у меня твое крещение недействительное в детстве. То есть нет действительного подтверждения для этого. И ты сразу же решил принять истинное крещение? Да. Не сомневался. Не решил ничего не отлагать, да. Пообщался с батюшкой, с братьями. Игнатия Тихоновича все подтвердили. И решено было принять крещение. Спасибо, Христос, брат. Георгий, брат. Благодарю. Так, нам надо сумки там убрать еще. Мое прибытие потеряю какое-то чудо. Я опоздал на поезд, но билеты появились сразу же так. Благодарю братьев, спаси Христос, за оперативную покупку билетов. То есть сразу купили на следующий день, на следующий день. На сутки опоздал, но могло быть и хуже. Я уже, каюсь, в уныние впал. То есть уже думаю, ай, не ехать, думаю, или креститься где-нибудь в другом месте. То есть это было уже ночь, у меня разбудил Николай Астахов. Я должен был быть на вокзале, а я сплю, лежу дома. Он мне звонит, ты где? Я говорю, я сплю, ничего не понимаю. Потом до меня дошло, все, сон как рукой отрезал. Вот. Ну это чудо Божие, что я здесь. Вот так вот лукавый дим. Ставьте туда вовнутрь, ничего не закладывайте. Спасибо, Христос, брат. Спасибо, Христос, брат. А я ищу свой чемодан, а он уже здесь. Это Нина из Франции. Вот столько вещей. Целая платформа. Лука, понравилось тебе здесь, Лука? Расскажи. Здесь? Да. А что тебе здесь больше всего понравилось? Мне больше всего собачка. Собачка? Какая собачка? Шарик? Да. Нравилось гулять с ним? Да, и хороший. Ты купался в прудах? Да. Пруды понравились тебе? Ну некоторые. А что тебе еще здесь понравилось? Мне? Что еще, Лука? Ты рад, что папа крещение принял у тебя? Рад, да? Да. Да. Вот. А ты у нас крещеный, правильно? Да, я у нас крещеный. Ну молодец. Павел Грубленко, ты носишь чемоданы? Расскажи, есть тебе слово сказать? Слово? Да. Да. Пока только эмоции. Как ты благодарен Богу за все? Да, благодарен Богу за все, за то, что вытащил меня сюда, облегчил, душевно отдохнул, восстановился силами. Надо все, у кого пятый вагон, отдельно еще тоже. Много впечатлений, много эмоций. Там все забрали. Лука, где твоя сумка? Настоящую жизнь увидел. Там, где там? В чистоте. Беги туда. Содружество, любовь. Там или здесь? Ну, пока не многословен, даст Бог, у меня откроется талант славословия и расскажу гораздо больше. Благодарю. Спасибо, Христос. Нина, вы из Франции же. Скажите вот слово, есть вам что-то для истории, так сказать. Для истории. Да. Я только что начала эту всю историю и хотелось бы мне, чтобы эта история продолжалась, чтобы я могла, несмотря на все трудности, которые мы пересекаем, чтобы мы могли вернуться к Игнатию Тихоновичу, потому что это человек, за которым можно следовать, от которого нужно учиться, который нас направляет на путь истинный. Прямо как мы сказали, как Господь, это путь, это истина, это свет. И вот Игнатий Тихонович нас к этому подталкивает. И книги, это просто тени нету. Трехтонные. К истинному православию. И из истинного православия начинаешь. Он посвятил 40 лет. Более 40 лет. Все группы пошли, где 5 лет. Издательство этой книги. Может быть, он ближе будет. А мы пожинаем плоды, выбираем самые ценные. Вот самая. Настолько все понятно изложено. Настолько все ясно. Надоело все вот эта непонятливость. А у него все ясно. И список излагается. И это очень ценно для нас. Ну, спаси Христос. Спасибо. Благодарю Игнатия Тихоновича. Благодарю человека. Ой, цены ему нет. Всего доброго. Из Франции. Передавайте всем привет там. Виктору Савченко. Иване. Да. Спаси Христос. Брат, значит, подожди, Лука. Значит, это милостью Божией принял... Посмотреть еще раз? Давай. 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 Милостью Божией принял святое крещение полным погружением. С формулой вообще не крещен. Причастливился к святых христовых тайн. Митрополит Алтайский Сергий Иванников приезжал. Молились. Получали взаимную пользу. И слава Христу Спасителю. То, что потеряевка – это наша точка сборки, где мы можем получать усиленную духовную пользу. Спасибо, Христос, брат. Благодарим тебя, что принял правильное решение. Конечно. Так, тут у нас Екатерина, Ольга. Ну что, поделитесь, сестры, чувствами, что испытали? Радость. Радость от простой жизни. Приехали сюда. Я понимаю, что здесь тебя любят. Здесь все просто. Здесь как-то и с братьями и сестрами сразу общий язык вот нашелся. Просто ты попал вот к своим людям. Ну, слава Богу за все. И ягоды, и рыбалка, и купание. В общем, и лагерь какой-то детско-пионерский. Промни вспомнили свое детство. Спасибо, Христос. Родной дом, детство. Сестра Ольга, а вы не первый же год сюда приезжаете? Не знаю. И не второй, и не третий, и не четвертый даже. Ну, радость есть вот за новых людей, которые приняли Христа как истинного спасителя? Есть радость вот эта у вас? Да, вот эта как раз была оглашенная, теперь моя сестра в Христе. Совсем другие чувства, чем по интернету. Кажется, все такие серьезные, все такие строгие, а тут приходишь такие все родные и родные. Я всех люблю. Все. Слава Богу за все. Во веки слава. Так, Вячеслав, вот тебе. Мы закидываем, когда обязательно просмотри, пожалуйста, чтобы ничего не осталось. У нас несколько раз было, что оставили. Вячеслав, брат, скажи. Ну что сказать, все слава Христу. Все слава Богу. За братьев рад? Конечно рад. Столько трудов положено. Господь делает. И в этом корабле надо дальше идти и всем работать. А иначе будет как ракета взлетает в небо, и она сбрасывает же, как называется, топливные ступени. И будешь как топливную ступень, только дал, а потом сбросился и выпал на землю. А надо дальше лететь с ракетой вместе. Были братья, кому отказано? Вот, можешь что-то сказать? Это Бог устроил все-таки? Все равно дается авансам, всем шанс дается. В любом случае. То есть это отказ, он дает, только показывает, что тебе надо менять еще много чего. Терпи. А в крещении все теперь омыты все грехи и можно начать все сначала. И Господь даст эту силу, если человек сам захочет. Если он послушает те советы, почему ему отказали? Тогда это будет все на пользу. Это только еще, как говорится, как присяга в армии. Ты дал присягу. А служба еще впереди. Ты большое участие принимаешь в сборе людей. Мы тебя за это благодарим. Там с билетами помогает брат. Так что прими наше благодарение. Мы помолимся, чтобы Бог устроил твою жизнь. Слава тебе. Слава Богу за все. Добавить как полгода Господу со всеми нашими жизнями. Чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Работать надо просто. Надо дальше трудиться. Я отнесу обратно. Присоединяйтесь к интернет-содружеству нашему. Я отнесу. Занятия побили постоянные. Самое тяжелое состояние Господь человека выводит через эти занятия. Павел знает. У него уже совершенно другое. Уже можно общаться, работать. До этого было даже не приступиться. Возьмите документы и смотрите, чтобы не потерять. Спасибо, Хрислава Богу. А любви. Время не терять. Раз, вы указали документы. Она раз. Она сейчас не будет. Сейчас она ничего не проверяет. Они всех нас наталкивают, а потом там уже проверяли. Не знаю. Без паспорта. Четыре раза снижали, ни разу не проверяли. В общем так. Я сказал одно, а ты говоришь другое. Не надо просто говорить. Мы уже садились одинаково четыре раза. Да нет. Рюкзак я поднимаю. Рюкзак я поднимаю. Снимай рюкзак. Обычно это происходит, что ничего не нужно. Сразу закидываешь. Мы одинаково уже четыре года садимся. Большой толпой людей. Чтоб было в ближайшем месте. Нормально. Они обычно так. Давайте, давайте, давайте. Там целая команда. Ну как бы. Да, да, да. И шпион пролетел. Ну и шпион. Дальше высадит его. Было такое, что мы даже с детьми садились. Успевали. С детьми. Провожающих. Провожающих. Хорошо. Комаров нет вообще. Тут когда ветерка нет, то тоже комаров. Комаров совсем нет. Да, да. Есть, конечно. Вы уезжаете. На нас комаров оставляют. Спасибо. Проверьте. После нас у меня осталось. У них постный день просто наступает. Самая большая ошибка была, когда мы вещи вон туда заложили. Да, да. Оттуда доставать, да. А там просто потом забыли. А там темно. Забыли? Ну там в итоге Сергей Попков только обновил, пока не прибежал. То есть... Это... Как случилось, что ли? Вот ветерок. Главное, не хватайтесь за свои сумки. Сергей, ты мне это... Видео, которое я говорю. Я отправлю. Нет, кроме Юрия. Обязательно. А тебе есть что, брат, сказать? Кроме... Юрге, давай. Для всех, кто будет смотреть это видео. Свои ощущения, что ты пережил и как ты чувствовал. Ты чувствуешь это все? Что тебе легло на сердце? Приобрел ты ли братьев, сестер? Да, я приобрел братьев и сестер. И... Господь буквально... Ну, каждый день чудеса каждый раз были. Настоящие чудеса. И мы... Ну, я уже говорил, что мы буквально ходили по краю смерти. Даже такое было. И Господь чудным образом всех спасал. Мы потом только узнавали, что Господь хранил нас. Чудесным образом. Вот. И... Очень доволен. Очень... Отдохнул духовно просто. И погоду, Господь такую погоду дал. Это потрясающе просто. Что... Такое утешение дал. И купались. И... Трудились все вместе. Но время все равно не хватало. Ну, в то же время все успевали. Сон был прекрасный. Всегда высыпались. Вот. А где моя дорогая вода? Ты уезжаешь не с пустыми руками? Нет, конечно. Я взял книги с собой. Везу. Четырехтомник. Игнатия Тихоновича. Вот мы молимся. И я один из первых обладателей этого сокровища. Четырехтомник стихов. Проповеди в стихах. Потом я взял целую пачку к истинному православию. Восемь книг. А рамки ты что тащишь? И это... Ну... Буду... Избранным людям давать. Те, которые, как говорится, жаждут Слова Божьего. Черт возьми. Не пойму, как вот это заметило. Вот. Ну, планируешь еще приехать? Конечно, конечно. Если воля Божья будет, конечно же, планирую. У нас даже Олег Бушило обувь там оставил. Чтобы за ней вернуться. Знаменитые сандалии? Ага. Это те, которые взяла. Брат Николаевич, ну... Теперь перехожу я к тебе, брат. Ага. Поделись. Роток не открывай, а там комрызм. Четыре вращения, так говорили? Так какие вещи покажут? Поделись с нами, брат. Кто будет смотреть это видео? Все, что ты приобрел здесь. Ты говорил, что какое-то чувство ты здесь приобрел, когда мы молились. Расскажи вот поподробнее об этом. Нет, не то, что чувствую. Я просто в очередной раз обрел великую любовь на себя ощутил. Вот, Игнат Тихонович, братьев, и жен тоже. Любовь заключалась в обличении, в терпении, в исправлении меня, для того, чтобы я был более тонкий, звонкий, не обременял никого излишне. Был таким, не в тягость людям. То есть, надо мной здесь большая работа духовная. Производится каждый год. В прошлом году я не приехал. В позапрошлом был и позапозапрошлом. Сейчас Господь способил приехать. Ну, это практическое такое христианство в жизни. Можно попробовать здесь. Я не знаю, в монастырях говорят, что это можно испытать, но что-то я сомневаюсь. Здесь конкретно люди живут с Богом, в Боге, говорят о Боге, мыслят о Боге, сердца их наполнены божественными. И любой вот самый малый какой-то труд незначительный, даже там как кружку ставить из-под воды, как крышку снимать с кастрюли, как ямы копать и так далее. И из этого всего извлекается духовная польза, если быть внимательным. Но если не бодрствовать, то ты ничего не поймешь, хотя вокруг люди понимают, что огромную пользу можно извлекать из каждого. Игнат Тихонович и другие братья, они постоянно говорят, но в зависимости от почвы твоего сердца, ты либо принимаешь и используешь это в дальнейшем, и сразу же понимаешь, что это полезное для меня, возьму себе. Либо ты не слышишь просто, для тебя это какие-то пустые слова. Тебе говорят, вот там крышку так, это так, ты там смотри, вот брат идет, помоги ему бревно нести, а ты думаешь, да ладно, что сам донесет. Ну вот если у тебя такое состояние души, то в принципе да, ты ничего не приобретаешь здесь. А ты просто думаешь, что тебя не оценили, что ты такой хороший, прекрасный, а тут вдруг как-то тебя не оценили. Ты все принял, обид нет никаких у тебя? Нет вообще, есть благодарность, я даже, Господь даровал даже слезы перед исповедью на молитве, очень благодарен. А батюшка даже, ну исповеди даже не было как таковой, имеется ввиду, что не дал мне перечислить свои грехи, говорит, кайся перед Богом на коленях и прочитал разрешительную молитву сразу же. А я уже приготовился сейчас, что он меня продерет, но Господь так сделал, что он вообще не верит. То есть он видя мое смирение и понимание, да, он сделал так, что батюшка потратил на меня там 15 секунд. Так что всех благодарю за то, что трудитесь над моей душой, терпите мои несовершенства. Желаю всем, конечно же, божественного просвещения и читать Слово Божие, вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Потому что так, поступая из себя, спасешь из лучших тебя. Другого вообще нет рецепта никакого. Ты можешь сам президентом быть, окруженным славой, почетом, деньгами, властью и прочее, но в божественном мире это может ни во что быть поставлено тебе. Но если Богу будет угодно и живо будем, надеюсь, брат, что здесь мы с тобой еще увидимся. Да, я тоже надеюсь на это. Спаси Христос, брат. Во Слава Божия. Аллилуйя. Олег, брат из Белоруссии. Да. Ты взял литературу Усатой? Я взял, да. Я взял литературу четырехтомник для Натальи Усатой в стихах и пару томов из тридцати томника. Второй, четвертый том. И себе что-то приобрел здесь, книги какие-то? Для себя взял трехтомник и кисти на православие четыре книги. Ну ты рад, что ты здесь побывал? Я очень рад, что здесь побывал. Я получил как, скажем, от физического труда, физическое удовольствие, так и от духовного. Отдохнул физически и духовно, чему рад очень. И самое главное, встретился с братьями, в общении побывали. Вообще, пожить общинной жизнью, это в наше время очень удивительно. Практически такого я нигде не встречал. Это единственное место, где можно пожить общинной жизнью. Когда вставать в 4.40 по утрам, совместные молитвы, совместные работы, трапезы, ходить в храм, молиться совместно, это изменивая вещь для христианина. Обид нет у тебя, брат? Нет, никаких. Я же христианин, какие обиды. Ну слава Богу, слава Богу. Мы благодарим тебя, брат. Надеемся, увидимся еще здесь, в этом неблагодатном месте. И потрудимся во славу Божию. Всего спаси Христоса. Алёна, вот брат Николай Кузьмин прощается с сестрами. Дайте поклон еще раз. Хорошо? Ну вы не пожалели? Нет, как же пожалеть. Восполнили крещение. Ну, восполнили чин крещения. Все хорошо. Слава Богу. Благодарим всех. Сережа, вас благодарим. Всех благодарим. Ну, да. Моя хорошая. Видишь, я не... Какое ощущение. Ну да, спаси Христос за заботу. Сможем привет передать? Хорошо, хорошо. По словам и по общим впечатлениям, которые вы говорили, отзываетесь о нём, о совместном жизни. Ну, да. Потом это... Держитесь друг с другом. Ну, да. Ну, советуйте, знаете, тихо, тихо. Постарайтесь это принять. Ну да, исполнять. Как это получится у вас. Как лекарство, да. Как получится у вас, не получится ли? Будем стараться. Надежда, поделитесь, а вот у вас слезы были? Слезы были. От чего это всё? От радости? Ну, на исповеди вы... Ну, на исповеди, как... Я даже не знаю, как это выразить и как они, почему бывают, я это не могу объяснить. Но вы с каким чувством отсюда уезжаете? Каким чувством? Радостным, что Господь, дай Бог, всё простил. Начинаем новую жизнь, увествовать и самим заниматься. Надо самим сначала укрепиться. Ну, возраст уже, так, писание эти трудно запоминается. Ну, будем стараться. Трёхтомник изучать, Библию, свободные минуты. Выходите обязательно на занятия. Ну, да, я ещё в сельской местности. У нас там интернет вот такой совсем проявленный. В летнее время там. Ну, даст Бог, ещё увидимся. Ну, дай Бог, может, увидимся. Да. Что? Где-нибудь да увидимся. На том свете или в скайпе. Как? Где-нибудь. Вот. А так, благодарна за всё, за титры. Думаю, по полноте он у меня будет, вот. Ну, так, дал рекомендации. Днём не спать. Ну, вот. Будем исполнять. Двиваться вперёд. Вот так. Ну, ладно. До встречи. Спасибо, Христос. Всего доброго. Так, сейчас вот ещё есть вот. Мирское выражение очень точное. Смазать пятки. Я к вам иду. Я иду к вам. Ну, хотелось бы услышать от вас, ну, не знаю, прощальное может быть, а может быть до новых встреч или... Что вот на сердце лежит у вас? Скажите. На сердце у меня, знаете, что лежит? Я просила долгу Бога, любви к Богу, почувствовать это. И Господь смело встретился надо мной и привёл сюда. И я поняла, что любить Бога – это нелегко, что для этого надо много трудиться. И я увидела это в Игнатии Лапкине, братьях во многих. И вот у меня сейчас есть задача такая, чтобы всё сделать для того, чтобы я смогла это почувствовать, любовь к Богу через этот труд. Вот. Ну, если Господь позволит, если здоровье позволит. Вот. Вообще у меня была мысль даже здесь остаться, на меня мошки откусать сильно здесь. А когда это что-то возникло, когда вы здесь были? Мне не хочется уезжать отсюда. Я даже поговорила с матушкой и говорю, вот, а если я здесь вот потрудилась бы, возможно? Она говорит, да, напиши заявление Игнатию Лапкину. Я говорю, ну, мне надо домой сначала приехать, проверить себя, а потом уж думать, как дальше быть. Ну, вот. А вообще впечатлений очень много. Я никогда не видела в храме столько братьев. Я никогда не видела такого порядка в храме, такой тишины, такого благоговейного батюшку, который на каждый вопрос пытается объяснить людям из Писания Златоуста. И даже не подозревалась, что Златоуст обо всем рассказал нам. А мы все этого еще не знали. Вот. Понравился сам храм. Ничего лишнего. Все настолько хорошо. Понравился хор. Хор для деревни тоже очень хороший. Есть поставленные голоса. Приятно было слушать. Ну, в общем, мне все понравилось здесь. И озеро, и крещение. В общем, все понравилось. Ну, возможно, вы будущий житель деревни. Возможно. Ну, Бог устроит, если. Да, да. Я пока не знаю, что будет. Благодарим вас, что приехали, нашли время и позаботились о душе. Они остались неравнодушны к этому, ко всему. Как многие-многие гибнут люди. А сразу как узнали и приняли правильное решение. Да, сразу же. В вечности это увидим, будущее. Да, дай Бог, чтобы все было хорошо. Всем желаю счастья. Очень рада, что Игнатий Тихонович потрудился над моей душой, над моей невнимательностью. Я ехала и говорила, хоть бы меня как следует отругали там. Меня никто дома не ругает, кроме моего сына. Но он на войне. Ну, в общем, все было очень хорошо. Хранит вас Господь. Слава Богу за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Не вижу меня. Потом меня подевали. Игнатий Тихонович. Продолжение следует.